Следствие может говорить только о некоторых подробностях, поскольку основная масса фактических обстоятельств составляет следственную тайну. Но я могу сейчас подтвердить, что главным следственным управлением Центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного 29 июля. По статье 13 и части 2 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Приготовление к массовым беспорядкам». Подозреваемым по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации и они задержаны. Кроме того, 31 июля в отношении них избрана следствием и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражей. Итак, эта группа въехала на территорию Республики Беларусь вечером 24 июля, якобы намереваясь улететь из города Минска рейсом на Стамбул, со слов части подозреваемых рейсом в 10 часов 50 минут. Тем не менее, располагая достаточным ресурсом времени для регистрации на рейс и соответственно на вылет из страны, вся группа проследовала мимо аэропорта и заселилась в гостиницу Айбиби города Минска. Надо сказать, что гостиница ими была заранее заблаговременно зарегистрирована. В то же время зарегистрировано было и заселение в санаторий Белорусочка, который расположен в поселке Ждановичи под Минском. Пробыв сутки в гостинице Айбиби и не улетев на Стамбул, как заявляют подозреваемые, не улетев ни 25, ни 26, ни 27 числа, хотя имелась и такая же возможность, вся группа переехала. Уведомив администрацию гостиницы Айбиби, что якобы едут в аэропорт для вылета из страны, тем не менее, они заселились в санаторий Белорусочка. Во время проживания в санатории Белорусочка была получена информация о их там нахождении, в связи с чем эта информация была проверена оперативными службами. И по совокупности полученной информации о достаточно подозрительном поведении этих людей было принято решение о их задержании и возбуждении уголовного дела. Кроме того, для подтверждения выводов о достаточно странном поведении этих людей, следствием получена информация из телефонов задержанных о том, что они ожидают еще несколько групп своих коллег, граждан Российской Федерации. Кроме того, нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое, воевали на востоке Украины. Практически все принадлежат частной военной компании «Вагнера». И понятно, что других решений в отношении всех этих граждан, кроме как задержания и принятия иных процессуальных мер, собственно, не предполагалось. Кроме того, изучение переписки в созданном этой группой чате было выяснено, что находящиеся на руках электронные билеты на вылет из Минска якобы 25-го от старшего группы дана команда уничтожить. В настоящее время со всеми задержанными проводятся следственные действия, они все допрошены, в присутствии адвокатов. Надо сказать, что в ходе допросов они дают самые противоречивые показания. В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят, меньше половины людей. Остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны, не только в Турцию. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то охранять какие-то объекты якобы, а кто-то осмотреть собор Святой Софии. В этой связи мы не будем проводить какие-то параллели, конечно же, но вопросов относительно целей и задач появления этих 33 человек в республике Бедрусь, конечно, возникает все больше и больше. Мы бы тоже хотели бы знать, было ли у них оружие, есть ли оно где-то уже на территории страны, либо прибудет позже. Если бы оружие было изъято сразу же при задержании, вы же понимаете, совершенно иной контекст разговора, совершенно иные подозрения были бы выдвинуты этой группе. Наличие или возможность наличия оружия, конечно же, является сейчас самым непосредственным предметом расследования. И как только на этот счет получена будет какая-то информация, конечно же, мы проинформируем общество. Очевидно, что с учетом того, что возможно появление в стране и иных лиц, о которых сами задержанные пишут в своих чатах, порядка до 200 человек, правоохранительными принимаются все возможные меры. Должен сказать, что в дежурной части органов внутренних дел уже поступает различная информация, где-то кого-то заметили, какие-то, возможно, подозрительные люди. Она вся аккумулируется, она вся анализируется, пока никто дополнительно не задерживался.